здравствуйте это мой восьмой видео урок и сегодня впервые отойдут свои любимые темы flow grab сегодня по некоторым просьбам я сниму видео урок посвященный моделированию прямо в движке не знаю это называется солиды то есть солиды это примитивы вот они это в ролл баре вкладка objects и вот солид с помощью них можно сделать простенькие наброски локации ну наброски модели здания то есть чтобы знать их не размеры которым под которые делать модель это это технологии используют в основном для того чтобы показать 3d дизайнер то есть тем кто моделирует в 3d максе показать как какую модель какого вида размеров делать модель что просто не ошибиться и сделать чуть больше или чуть меньше чем нужно ну я покажу в основном примитивы но этих примитивов я знаю хватит чтобы сделать свои простенькие модельки если у вас просто нет 3d дизайнеров и это очень хорошо это солиды очень часто мне помогали раньше сейчас я уже но пользуюсь конечно для создания игры но сейчас я уже прихожу на 3d модели чтобы было легче и чтобы движок карты меньше весили и было больше фпс для моих уровней в моей игре ну что начнем сначала я включу сетку размером до начала 1 метр до постоянного шаблона включу я активирую сетку настроить чтобы было по террельу строились объекты теперь выбираем объект солидц вот мы видим появляется элемент сначала смотрите что мы делаем мы нажимаем кнопку удерживая переносим это x или к нашей модели если так удерживая строим как вы видите у меня отображаются еще координат если у вас не отображаются координаты нажмите shift пробел и они пропадут ну появишься у вас не отображаются или пропадут если не вам мешаются то есть они часто мешаются если у вас модельки очень маленькие допустим такая моделька она уже мешается но я покажу как сделать 8 домик допустим 10 на 10 метров вот видите вот по лучшим большим оставим вот мы создали основу дома но как вы видите основа не очень хорошая почти даже метр размера то есть метр один метр высота пола поэтому сейчас допустим я покажу как это сделать высота пола остается я сделал доме это как фундамент то есть она практически не изменится но так дом простой то я покажу как его изменить смотрите вот модель ну объект его среднод изменить его размер допустим изменить его высоту щелкаем по нем жмем в editing mode выделяем полигон как и удобнее изменяем размер сетки щелкаем по необходимым полигон то есть вверх и опускаем на нужном уровне я еще чуть-чуть еще вот такой ботоники это пол нашего дома а также его потолок я скопирую нажатием control c вот видите это на изменить получается потолок теперь мы здесь поднимаем на высоту 2 метра то есть видите я нажимаю кнопку shift я вижу сколько метров до определенных по определенным векторам но у меня понадобится только z вектор он синий но так как он выделен сейчас тонн желтый я сделаю два метра думаю хватит сейчас шагу поясню что пробу два метра сделать попробовать вот два метра вот ну вот увидите создал простейшим как бы шаблон дома есть так можно назвать если к моделированию с таким моделированием объекты хорошие конечно само собой не получится но для команд у которых нет и до дизайнер или нет возможности моделировать то это самый хороший вариант дальше все очень просто но периодически вот бывают такие ошибки то есть я вроде бы щелкнул как нужно модель появилась в воздухе то есть надо очень маленький режим сетки ставить очень маленький иначе просто никак и теперь не делаем сетку или делаю сенту толщиной на пять метров скопировать сейчас вам покажу как сделать ну простенькие модели простенький домик покажу взять сам собой окна для этого домика прользи для окон то есть и как сделать крыжу то есть покажу в основном практически большую часть инструментов солидов сейчас вам покажу просто как сделать маленький домик я ошибся еще раз подожди вот копируем все как видите я создал непонятный для вас невозможно кубик который является моим домиком сейчас мы вырежем днем двери хорошо днем она мешается и сделаем некогда подобный комнат смотри можно сделать двери брось для двери само собой делаем очень маленький режим сетки делаем два ну где-то полтора метра то есть полтора метра на димальный вариант метр двадцать пять сойдет делаем высотой ну метр восемьдесят метр восемьдесят восемь даже еще может чуть меньше то есть сейчас я поделактирую вот высота короче общем метр семьдесят пять и мы делаем очень толстым то есть больше толщины этой стены дальше помещаем его в стену нашу вот вы видите как я сделал то есть стена и сквозь нее проходит наш этот блок настраиваем то есть где он проходит там и будет наша наша дверь дальше смотрите что делаем выделяем сначала нашу стену затем нажимаем на клавиатуре кнопку control и выделяем наш наш шаблон ну для пролезей двери вот видите два объекта выделил вот и если нажмем в настройках солида вот cg cg difference все дефэрэнс не помню я про лоха с английским положу вот видите у нас появилась простенькая прорезь для двери успешно вхожу не успешно выхожу ну ладно это вы сами подредактируете можно просто изменить высоту высоту прорези этой не знаю возможно сейчас она с ошибкой изменится нет она изменилась хорошо попробуем сразу несколько прорезей изменить видите она чуть с ошибкой то есть не все поднимается это полукругом изменилось конечно хорошо программе я раньше хотел делать когда еще моделировал с помощью солидов не знаю конечно не моделирование но хоть что-то раньше с помощью солидов работал для этого не знал я знал что такая ошибка будет а по кругам сделать я не знал вот ровно вышло да теперь следом за этим мы поднимем сразу несколько таких блоков для эту высоту то есть и пробуем изменим тери нашей видим прорези изменим его сопу то есть я утолщил ее но не изменил проем вот так вот и теперь все нормально мы попробуем сделать потолок то есть конечно комната еще маленькая получилась я не прочитал само собой не реальные размеры ну вот лучше прыгать конечно нельзя в этих комнатах теперь и с помощью такого же метода как мы делали двери я сделал полиза для окна можно считать что инструмент солиды практически все рассказывает дальше показывает саппару фишек которые вам могут пригодиться ну и все на сегодня и вообще на тему солиды все просто меня попросили снять этот видеорок знакомый я решил на них снять тем более есть время а шанс снять следующий видеорок у меня призрачный просто шанс есть вероятность того что я просто не сниму данный видеорок в следующий раз окна девы конечно чуть-чуть большими но просто так для модели стоит затем мы их копируем по шаблону дальше так переносим в другую сторону затем выделяем дверь на стенку и так вырезаем вот ну в общем то готово ну можно пожелание допустим я ставить в окна стеклопакет допустим это просто обычная текстура мы делаем очень тонкий солид и вставляем в наше окно окно сейчас покажу на одном окне пример как затекстурировать если вы не знаете допустим вот ждем уделяем наш блог и нажимаем кнопку m уделяется материал эдитер как в 3d max ищем materials templates да плейт из грс допустим давайте это все видео стекле у нас она даже вроде бы разрушаемая разрушаемая оказывается мы в общем-то застеклили импровизированный домик также таким же методом ставятся эти материалы допустим для стен дома допустим лодку и для пола ну пойдет вот этот материал молодцы идет модель почему-то получается правда когда атмосфер сталкер ну допустим может по желанию кстати я обречал показать вам пару книжек с работой если я уже показал мне это самолет не понять допустим как сделать крышу до такого дома ну я покажу более простой вариант более понятно мы копируем данную же крышу тонкую допустим на уровень выше вспоминаем на 10 метров на 10 до 10 дальше жмем editing mode режим полигоны делаем длиной длиной шириной 5 метров копируем еще раз это не надо это не надо дальше мы идем в муд тот же самый полигон поднимаем вверх допустим на да 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 упс упс что за страшное случилось вот вот и вот так поднимаем ну для вида дальше копируем вот так и с помощью инструмента rotation разворачиваем все ну дальше с помощью таких же примитивов делаем нечто подобное вот здесь мы рисуем тонкий полигон тонкий солид пускай как обычно метр пятьдесят сделаем конечно чуть ошибся чтобы он был перекрести наших плит вот так вот так затем мы переходим в режиме детектировать то есть видите вот есть vertex edge фейс полигон фейс не знаю кстати что vertex с помощью точек фейс вроде бы типа полигонов я не знаю что это vertex точки edge это вот эти прямые допустим вот видите она как-то вышла прям по прямой по диагонали либо допустим вот эту прямую щелкаем и по ней ее длокируем мы такие возможно можно сделать кстати вот помощью vertex данный операцию что я сейчас вам хочу показать вот так изменить можно можно с помощью точек точек выделяем их замыкаем вот так все теперь смотрите копируем наш этот импровизируем импровизируем часть плиты для закрытия окна разворачиваем сейчас вам покажу еще второй инструмент который вам кстати это ошибка видите это страну страну сторону перекореживая другой стороны вот эту но это неважно текстур растягивается она больше по-другому делать я неправильно сделал смотрите что можно сделать эти две плиты и их плохо в том что их для детектирования допустим здесь окно впилить их надо будет по отдельности разрезать и делать вот эти что можно сделать можно щелкнуть по этой плите может щелкнуть по этой выделяем две плиты и дальше жмем режим rcx form вот видите баги пропали и затем жмем вроде бы мерджа все видите плита стала единым целым вот это наш то есть она конечно имеет несколько полигонов несколько больше полигонов чем было чем должно было быть но в общем то это одно единое целое редактирование произойдет редактирование как одного объекта затем копируем наш вот так наш создан ну вот простенький в общем то дом готов я остался показать еще один полезный инструмент которому вам может пригодиться хотя тут еще много инструментов солидах а теперь покажу меню солидов то есть вот миром ним сайда это количество углов до бокса то есть для куба такого которым сейчас работал это неважно то есть практически ни на что не влияет да вроде бы даже не нашли не влияет как раз то есть самом выходит какие обычный бокс мой тут есть кроме бокса коны то есть конус flash это вроде бы шар цилиндра на цилиндр плейн это очень тонкая поверхность то есть поверхность без высоты нам понадобится с плеер и нет средств линд сплэер это шара нам нужно значит телом цилиндра посмотрите если без редактирования количества грани не ранится не знаю точно у нас выходит непонятный ромб а если допустим поставить допустим 100 то у меня кончай подзависать количество полигонов конечно шар вообще ад для меня не такой мощный как хотелось бы поэтому шарами работать очень тяжело ну вот делаем такой непонятный конус допустим метр ну вот 0,88 дальше делаем как обычно делали с окнами и с дверями то есть делаем вот так мы заранее копируем его то есть чтобы ставить окно дальше опускаем его пониже дальше делаем как обычно так его ровно поставить лежать конечно ладно пойдем делаем так просто дальше копируем это вернее это выделяем вот это difference и у нас снова бах но нет попробуем попробуем туда снова так сделать может конечно из-за количества полигонов поэтому все это и не работает ну это же в общем-то будет понять инструмент ну ладно откажемся от идеи сделать окно ну вот в общем-то простой домик с помощью солиды готов конечно плюс вернее минус потому что их нельзя использовать в полноценных играх хороших допустим в какой-нибудь пугалке где графика не важно важно только скрипты и игра будет ну это будет смотреться довольно таки хорошо могу даже показать пример почему ну сейчас подождите я вам все-таки покажу то что самой как и в предыдущем видео по поводу рандомных генераций я вам покажу то что я не хотел показывать вернее ну лишний материал это конечно вы можете не делать просто это землю покажу вам как это можно использовать в пугалках где нужна очень темная атмосфера видео создал зачем-то вы могли конечно не понять зачем я создал такой конус смотрите что я сделаю я сделаю постановочную камеру внутри которая будет находиться наш дом конечно размер этой камеры может быть любого любого типа конечно такой дегементами как я мало людей пользоваться на крайне вот инструмент он походит для редактирования масштаба легонько изменяем масштаб снова опускаем вниз все выделяем внешний круг выделяем другой и дифференс и создали получили мы этого размера комнату которая которая находится в нашем доме теперь землю вот так землю делаем вот пускай она будет нашей землей вы видите смысл светло несмотря что мы сделаем теперь мы в этой комнате создадим реально темную атмосферу внутри этого цилиндра то есть не знаю как это сделать это не с помощью time of day то есть time of day это лишь определенных пределов коллектируется мы сделаем так допустим антитон лечь лечь вот делаем довольно таки большие размеры но не предельно допустим ну тысячи хватит то есть тысячи довольно большой предел тысячи хватит делаем где-то по центру метра вот так где-то делаем да чтобы все полномерно освещалось ставим color ну пятерочки хватит видите стало вообще ярко затем option негатив лечь вы видите как здесь стало очень темно чтобы найти наш дом это темноте мы сейчас сделаем простенькое освещение внутри домика вот так вот теперь можно негативное освещение все как видите теперь внутри нашей карты типичная атмосфера horror игр вот сейчас я яркость сделаю поменьше вообще маленькую сделаю еще меньше радиус сделаем даже побольше чуть-чуть побольше сделаем допустим метров на двадцать и сделаем режим ну пускай будут линии теней и затем с помощью стайла сделаем поставим стайл двадцать первый то есть вот такой цвет и то вы видите своими глазами очень темная комната то есть можно сделать гораздо темнее допустим 10 допустим 10 10 а нет не меняется пересторженная очень низкая прорисовка поэтому такое освещение допустим сейчас попробую увеличить качество графики пределы но нет не сильно изменилось ну так что отключаем эффект вот вы видите у нас создалась эпичная атмосфера хорро-игр нашего времени ну это может конечно многим кто юзит крайнейшим приходится даже знание таких людей которые любят хорро-пугалки то есть это такие лучше чем удалять атмосферу ну нет сервер а вот скайбокс то есть удаление скайбокса насколько там мфд на максимум не дает такого даже такого простенького эффекта темноты допустим если вроде бы пустить этот шарик 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 а нет непонятно почему может из-за размеров а а да темноты шутка есть попуток да ну все хотя конечно можно показать я конечно думал сейчас показать вам кое-что из флоп-графс которого может пригодиться допустим хотя я вам все-таки покажу элемент ну как же без моего фирменного флоп-графса закончить закончить урок сейчас вам покажу пример создания простенького фонаря да простенького фонаря то есть фонарь будет сидеть во все направления вокруг вас многие знают как его сделать это простейшая наработка но многие не знают как с этим работать подождите сейчас урок на паузу поставлю и начнем с сборки нашего фонаря ну фонаря для хорро игр для CryEngine ну вот в общем я снова с тут и я начну сейчас показывать как делать свой фонарик для начала мы создадим сам фонарик это бы простой как на манерах игры HighFly это Inti2 Leech вот создаем наш сущность фонаря теперь конечно многие это знают но есть также люди которые это не знают у фонаря есть настройки и в настройках есть категория Project Projector ставим текстурку свою допустим текстурка пускай будет из категории Textures ну Game Textures Leech 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 да не то конечно да не то вот Leech просто ищем такой кружочек именно чтобы вокруг было чёрное а внутри было освещенное это пойдёт вот видите вот у нас появилась какая-то текстурка дальше ставим и дальность прорисовки допустим давайте метр пятьдесят для фонарика сойдёт а нет ну 20 метров сойдёт да двадцать метров сойдёт яркость поменьше то есть как можно меньше ну 0.5 сойдёт яркость дальше ну вот обычный наш фонарик да теперь займёмся самим фрагер то есть как всегда Entit2 Default LoveGraphs Objects вот он create 1 дальше делаем добавляем Note Intit2 Post и копируем два раза то есть нам два таких элемента понадобится если даже не больше затем GameLocalPlayer для ну до взнавания положения и ротации нашего игрока позицию копируем без изменений и в красную полочку с Entit2 подключаем наш наш Leech и запускаем видите у нас сразу бах свет видно если только герой прыгает почему потому что как сказать точка относительный центр из-за которой происходит выделение то есть относительный центр я не знаю как это называется как их привык называть допустим вот пробел нажмем и вот видите в центре розовый солид то есть практически там где находятся наши двери я практически ровно установил ее у героя находится в его ногах то есть нам необходимо будет разложить наш вектор на части ну то есть from back 3 затем произвести некие изменения то есть добавить чтобы свет шел от руки допустим ну допустим ну добавим к з то есть без изменения нам его координат устраивают а з мы оставим через матч и добавим метр 70 ну метр 7 этого я думаю даже даже много метр на 5 хватит метр на 5 хватит до 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 Делаем его чуть-чуть даже мигающим. Да, вот так. Как вы видите, сейчас недочёт. То есть от ротации игрока положение не зависит. Мы займёмся чуть позже. Сейчас мы сделаем активацию нашего фонаря через кнопку на клавиатуре. То есть Input OK. Конечно, надо было сначала реализовать ротацию, лишь потом... Лишь потом уже кнопка... Ну, я всё-таки так сделаю. Я сделал так, чтобы фонарик активировал кнопку H. Дальше делаем Edge. К Counter. Ставим двойку, то есть 0,1. У него максимальное значение дальше идет заброс. И затем делаем, ставим на карту наш Leach's Objects. Всё. В общем-то, всё готово. Кроме того... Кроме элементов сравнения. То есть... Дальше Match. Нет, Match. Match. Equal. То есть равенство. Ставим однёрку. То есть... Если... Если нажатие было произведено... Ну... Если... Зачем ещё ЧК-1, то произойдёт активация. Иначе... Disable. Делаем же так. А! H... Объясни. H... Включено. Выключено. 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 Значит, правильное управление навалить. То есть... Друг кнопку поставлю. Поставлю кузне кнопку T. И всё. Теперь займёмся мы ротацией. Нам понадобится элемент камера. Да, вот эта простенькая камера. Ставим его от локального плеера. Вот. Затем, если не ошибаюсь... Затем, если не ошибаюсь... Ээээ... У. Это же не помню, какие из элементы это нужны. Прежде всего из-match. Да, из-match. Дер-то-анжелы. Ок. Дер-подключаем... Дер-подключаем. Дер-подключаем. Ролл подключаем. Дальше. Идем и наш вектор расформировываем сначала, затем ставим match, то есть умножаем на минус 1, на минус 1, x. Дальше идем, выбираем туверки, то есть формируем снова наш вектор, x измененный к эрику, или к x, z, к, z. Позже сразу скрипт не мой, то есть я его позаимствовал у Alex 626 с сайта crime.net, я его просто молитв за работу, то есть я позаимствовал у него вот эту часть, отвечающую за ротацию. Основной элемент я использовал как свою наработку, просто я не знаю, как работать с ротацией. А теперь match, или вектор, да, вектор calculate, а нет, add, add vector, да, inner vector, сложить вектор. Сам здесь число 90 по z. Все. И все это сформировано в rotation. Другие все правильно. Да. Здесь еще все налетает. Это не то уже. Ставим 0. и я галец поменьше чуть-чуть еще. Опускай действует. И вкранка сэмп, я галец поменьше чуть-чуть еще. Для фоналя, кстати, может произвести еще дополнительные настройки, то есть в проекте изменяем, допустим, из 90, давайте поставим 80, видите, угол изменяется, допустим, поставим еще меньше, 75, даже 50 хватит, то есть направленный фонал. Такой маленький фоналя, ну, конечно, тут не очень-то темно, комнат чуть-чуть, походу, неправильно сделал, но тут довольно-таки темно, в общем-то, допустим, вот в углу, такая темнота должна быть, сейчас, кстати, возникла идея, почему-то действительно может изменить материал, хотя это ни к чему не привело, но, скорее всего, то, что слишком маленькая прорисовка, ну, я не знаю. То есть видите, чем дальше от границы, тем светлее, если очень близко подходить, то чуть-чуть уже темно. Ну, все, я думаю, что теперь видеорог закончен, это то, что я вам показал, это обобщим видеорог, я вам показал, как сделать, хотя вот, я вот изменил time of day, максимально темно поставлю, здесь вообще стало темно. Теперь здесь реально просверка. Конечно, графика для CryEngine здесь, с помощью солидов, кстати, графика для CryEngine не получится, но все-таки, ладно, я все-таки отвлекся. Вообще, то, что сегодня я рассказал вам, я вам показал пример создания, работы с элементом солид, который вам может помочь в создании простеньких объектов. Я вам показал особенности работы с солидами, почти все, я доставил вас важную особенность, я вам сейчас в конце расскажу. Также я вам показал пример создания простенького фонаря, который можно включать и подключать, в флок-драпсе. Я доставил доработанную схему от Алексея 626, его скрипта, его можно увидеть на краем моде, в краевике. Просто этот скрипт, мне говорили не всех работать, я решил все-таки доработать, и она заработала. Ну, ладно, как я вам обещал, я вам покажу еще один элемент, который я вам так и не показал. Сейчас, смотрите, свет выключен. Я включу свет какой-то. Да, вот, здесь-таки светлее, видите? Если включить, то здесь вообще темно, даже вчера я не подсвечу, если выключить, то здесь-таки светло еще. Смотрите, полученные вам модели можно сохранить уже не в формате солидов, а в формате объектов, которые можно загрузить из Brush или из Geometry Tome. Допустим, смотрите, я вам сейчас создам простенький кубик, я, конечно, это показываю, но давно. В предыдущих видеоуроках, в рандомной генерации уже мира, как Minecraft. Вот, допустим, у нас объект, применим ResetXForm. Дальше, Merge по необходимости, то есть, после Merge снова это SRXForm. Save to SVG. Вот, появляется exporter базовый. Жмем, указываем путь к нашему объекту, допустим, здесь, жмемен Зеландулу, 1, 2, 3. Сохранить. Кстати, у кого тут появляются иероглифы, я скажу сразу, у вас, это, скорее всего, у вас версия движка 3.4.0, по поводу 3.4.3 я ничего не знаю, то есть, я с ним практически не работал, чуть посидел, и все. Если у вас 3.4.0, у вас есть иероглифы, вы зайдите сюда, ну, опять же, ну, сохраним объект, в общем. Если у вас есть иероглифы, то зайдите вы сюда, вид и скил. Ладно, всем спасибо, урок закончен. Подписывайтесь на мой канал, всем спасибо, пока.